Теперь в первую очередь, что нужно сделать, это установить тему оформления. Как я говорил ранее, что эта тема, это тема нового поколения, это готовые решения, где в принципе уже не надо ничего настраивать, только заменить на свою информацию, но мы будем модернизировать эту тему оформления, поэтому мы, что с вами сделаем, поэтому мы просто ее чуть-чуть там усовершенствуем. Итак, сразу скажу, что эта тема оформления платная, это не те темы оформления стандартного каталога, где есть платный вариант и бесплатный вариант. Здесь бесплатного варианта нету, потому что это темы премиум класса, современным дизайном, над этим дизайном трудился ни один разработчик, ни один дизайнер, поэтому естественно, что эти темы платные, так как люди хотят, разработчики, дизайнеры, хотят получить вознаграждение за свои труды, потому что качественные продукты, услуги, или все что угодно, качественные, оно просто не будет бесплатным, потому что бесплатно бывают только такие шаблонные простые варианты, а это вариант усовершенствованный, с хорошим дизайном, поэтому он платный. В описании под видео я оставлю ссылку на страницу, где можно скачать эту тему оформления, то есть вам нужно кликнуть по ссылке, смотрите, откроется страница, тут много всяких услуг дополнительных, но это вам все не надо, да не установка шаблона, ничего, на эти цены вообще не смотрите, они вам не нужны. Вот главная цена, эта тема оформления стоит 75 долларов. По факту, давайте почитаем по курсу сегодняшнему, получается стоимость темы оформления будет стоить 4 800. Смотрите, вы получаете, во-первых, тему оформления, во-вторых, она уже будет вам готова сразу для использования, то есть вам даже ее не надо будет настраивать, мы просто ее усовершенствуем. По факту, вы откроете любую биржу фриланса, настройка темы WordPress, по шаблону уже будет стоить заранее, наверное, будет стоить заранее не меньше 7000 рублей, а так вы за 5000 уже все получаете готовое. Поэтому очень это выгодный вариант, и тем более это тема оформления премиальная, поэтому я советую присмотреться к этому решению. Вам нужно будет оформить здесь покупку данного решения. Все, что нужно сделать, это добавить в корзину. Вот внизу спускайтесь, добавить в корзину. У вас добавляется в корзину. Тут, смотрите, вы вот это все, не надо ничего добавлять, вас нужно, вам, но вам и вас интересует, вас должна интересовать только вот эта покупка. Кликайте «Оформить заказ». Тут будете, вводите номер телефона, и дальше следуйте всем инструкциям, выключайте, прописывайте свою карту или PayPal, смотря с чего вы собираетесь производить оплату, и оплачиваете покупку. После того, как вы оплатите свой заказ, к вам на почту придет письмо со ссылкой «Скачать шаблон». Вы кликайте по этой кнопке и скачивайте данную тему оформления к себе на жесткий диск на компьютере. Она у вас, скорее всего, будет загружена в папку загрузки. Вам нужно будет разархивировать данный скачанный архив. Зато мы затем заходим в папку, и смотрите, у вас будет несколько папок. Вас будет интересовать папка «Тейм». Заходите, и вот melissa.zip – это файлы с вашей темой оформления. Далее, что вам нужно сделать? Вам нужно будет на вашем сайте, который мы настроим, зайти, находясь в панели «Консоль», заходим во вкладку «Внешний вид» и выбираем темы. Здесь кликаем «Добавить новую», кликаем «Загрузить тему», кликаем «Выберите файл» и выбираем, значит, тему оформления. Вот она, melissa, я выхожу и два раза кликаю. Все, она, видите, подтянулась, и кликаем «Установить». Смотрите, тема melissa успешно установлена. Теперь нужно ее активировать. Кликаем по ссылке «Активировать». Также немного ждем. Все, она активна. Теперь сверху появилась ссылка, которая говорит, что необходимо установить необходимые плагины. Вот «Bagin Installing Plugin». Давайте вот кликнем вот по этой ссылке. Видите, написано «Jet Plugin Wizard». Давайте кликаем «Install». Теперь кликаем вот сюда «Вернуться в консоль редактирования». Видите, написано, что появился мастер установки. Нам нужно кликнуть «Установить». И теперь с помощью этого мастера мы установим все необходимые плагины. Давайте кликаем «Далее». Смотрите, главное, чтобы у вас верхние две вот эти ссылки бы написано было соответствовать, но все, если у вас современный хостинг, а я уверен, что это так, скорее всего, и есть, то у вас здесь будут эти первые две ссылки, будут также окрашены в зеленый цвет, что будет говорить о том, что ваш хостинг соответствует требованиям WordPress. Поэтому кликаем «Далее». Кликаем «Установить». Видите, тут теперь отображаются все эти плагины, которые будут установлены на ваш сайт. Кликаем «Далее». И пошла установка всех плагинов. Оно может занять некоторое время. У меня заняло в районе 20 минут. Поэтому ждем 20 минут. Ждем, пока все установится, а затем возвращаемся. Итак, смотрите, если у вас какие-то верхние плагины будут, ну, долго, больше 10 минут, 1 или 5 минут, больше 5 минут 1 плагин будет устанавливаться, то просто переобновите браузер. Просто кликните по кнопке «Обновление», и у вас сразу войдет прогресс. Смотрите, у меня вот «Контактформ 7» также повис. Я просто обновляю браузер, кликнув по кнопке «Обновление» сверху. Видите, все сразу. Теперь я хочу вам рассказать те преимущества, которые дает такой вид тем WordPress. То есть этот вид позволяет сразу подгрузить все настройки для этого сайта. Для этого мы активируем кнопку «Заменить мой текущий контент», то есть шаблоны, «Демо контента». И кликаем «Далее». Теперь для того, чтобы начать импорт контента, нужно ввести ваш пароль от админ панели. И кликнуть «Импортировать контент». И начался импорт. Это не должно занять много времени. Все, на этом установка темы оформления и необходимых плагинов завершена. Но не просто установка темы оформления плагинов. Давайте перейдем на сайт и посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, вы уже получили готовый сайт. У вас настроена тема оформления. Посмотрите, тут все уже настроено. Вам не нужно ковыряться в этом, разбираться. Просто для вам нужно сделать некоторые корректировки. Вот здесь, допустим, сверху подгрузить логотип, переименовать английские названия на русский. То есть и шаблонный контент на ваш личный. Добавить, если нужно, свои фотографии, свои посты. То есть уже настроить сам контент. Настрой сайта у вас уже настроен. То есть, смотрите, вы получаете за эту сумму. То есть мы там посчитали, что там в районе 4900. Вы уже покупаете не просто тему оформления. Вы покупаете уже настроенную тему оформления. Вот чем вся фишка. Поэтому это очень интересная тема оформления. Особенно если вы фотограф или фотостудия. То эта тема оформления идеально к вам подойдет. Чем же теперь мы займемся? На этом, конечно же, курс не закончен. Теперь мы ее улучшим. Мы ее модернизируем. Добавим новые блоги. Поменяем весь контент. Вы увидите, как можно поменять весь необходимый контент на тот, который вам нужен. И еще добавить некоторые очень важные блоки. И убрать некоторые изъяны этой темы оформления. Этими займемся. На следующем уроке.